в этом фильме я начинаю свой рассказ о святой горе афон куда в сентябре этого года 2016 я с группой паломников совершил поездку паломники были нашего храма где живу храм казанской иконы божией матери 11 сентября мы здесь собрались с вещами с рюкзаками так как предполагалось довольно таки долгое путешествие больше двух недель святой горе афон нас проводили наши жены близкие и вот моего аэропорта внуково что такое афон сразу говорю что мне будет немножко сложно в этом фильме я долго никак не мог приступить к нему потому что я человек сугубо мирской афон место очень духовное сразу прошу прощения у тех кто может быть посчитает что я неправильно говорю не так говорю простите ну я постараюсь говорить так как я чувствовал как я это понимал афон это духовная школа школа смирения покаяния современные старцы часто советуют паломникам со святой горы ввести не только сувениры подарок близко подарки близким но и решение изменить себя на афоне покаяние переживается как основа христианской жизни всему христианскому миру известно что святая афонская гора находится под особым покровительством при святой богородице и при сноте его марии и что сие место назначены ей уделом для проповеди евангельского слова истину это всегда признавали и православные ее признают также и на верные и даже неверные по преданию судно на котором она отправилась вместе со святым апостолом и иоанном богословом и их спутниками на остров кипр по приглашению кипрского епископа лазаря четверодневного буря была отнесена к афону обращаясь встречавшим ее благовением местным жителям узнавшим что к ним прибыла матерь бога иисус христа пресвятая богородица как пишет святой стефан святогорец произнесла место сие да будет моим жребием который дан мне сыном и богом моим да прибудет благодать божия на месте сим и на живущих здесь веры и благовением сохраняющих заповеди сына и бога моего всему месту я буду заступниться и теплая нем хода таится богу на следующий день 12 сентября мы позавтракали и отправились получать местную визу 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 на святую гору афон это виза называется сейчас попробую выговорить диамони тире он не мощный не на на и на и и выглядит он вот так посмотрите этот мой моя виза мой документ эта виза стоит 25 евро и дает право на четыре дня посетить цветовую гору афон который могут посещать только мужчины но я думаю это все знают попасть на афон в настоящее время можно только морем для этого служат несколько кораблей паромы первый корабль агиана вы от видели рано утром я как раз его снял отправляется на афон в 6 часов 30 минут и идет прямым ходом прямо до дафни это такой центральный порт афона центральная таможня афона вот а второй корабль вот на который мы сейчас отправляемся отправляется в 9 45 во втором своем фильме о паломнической поездке на гору афон я расскажу вам о монастыре водопед рано утром мы отправились на корабле на пароме из города уранополис в сторону русского матеремонового монастыря на этом пароме едут сотни паломников монахов переводятся грузы необходимые для жизни монастырей любимым развлечением паломников когда корабль отъезжает является кормление чаек ну а многие уже начинают готовиться к афону читают молитвы погружаются в себя в настоящее время афон главный центр и оплот восточного восточнохристианского монашества в связи с этим вполне оправдан интерес к нему не только православных но и всех людей имеющих помимо материальных и духовных интересов множество гостей со всех уголков земного шара ежегодно посещают святую гору и значительная часть под впечатлением вот увиденного в той или иной степени меняют свою жизнь некоторые даже остаются на афоне становясь на путь монашества мы много встречали таких людей которые оставались кто на месяц, кто на три а то и на всю жизнь афон всегда был открыт миру святая гора не только охотно принимала паломников но и дала церкви патриархов, епископов, учителей, проповедников, духовников и писателей но главная заслуга Афона состоит в том что он сыграл ключевую роль в сохранении чистоты православия если подобили церковь организму то афон всегда был легким через которые очищалась кровь обеспечившая его жизнеспособность эта гора не случайно была названа святой ведь своими подвижническими трудами люди осветили здесь даже камни афон это уникальная попытка жить по Евангелию это последние буквы без компромиссов посвятить себя Богу и исполнению его заповедей и вот конечная точка на сегодняшний день вернее не конечная, а промежуточная точка свято-пантелеймонов монастырь здесь у нас была запланирована небольшая остановка был заказан автобус который у нас заставит в конечную точку сегодняшнего дня монастырь Водопед мы где-то пробыли в монастыре примерно час попили святой воды в источнике и отслужили небольшую службу на могиле бывшего игумена русского Анафонин Пателеимонового монастыря с хера мандрита Еремия в миру Алёхин он скончался 4 августа 2016 года на 101 году жизни я не снял его могилы не снял нашу службу так как в монастыре мне это запретили в монастырях Афона практически всегда не разрешают снимать и добиться благословения на съемку очень-очень сложно только в нескольких монастырях мне это удалось сделать что спаса родила и сила кстати рекомендую вам почитать о жизни игумена русского на Афоне Пателеимонового монастыря и Еремия очень интересная очень тяжелая жизнь он прошел за свою вековую жизнь и за стенки и за стенки СССР спецслужб и попал он в за стенки Гитлеровской Германии жизнь была тяжелейшая почитайте про него и вот мы движемся на автобусе в сторону второго в иерархии афонских монастырей монастыря Водопед вот здесь промежуточное КПП на котором нас остановили проверили наши документы узнали куда что зачем мы едем в общем-то не всем удается попасть в этот монастырь особенно в преддверии большого праздника а мы именно в преддверии этого праздника и приехали о чем я расскажу дальше Водопедский монастырь или Водопед это православный греческий мужской монастырь на святой горе Афон второй в иерархии как я уже говорил один из самых древних богатых и обширных монастырей Афона находится он на северо-восточном побережье полуострова Афон между монастырями Эсфингмен и Пантократор по преданию монастырь в нынешнем виде создан в конце 10 века вот здесь нас встретили в монастыре как полагается во всех монастырях встречают гостеприимно наливают небольшую рюмочку местной водки стакан вина дают какие-то там сладости где сухофрукты а где что нас привели в наше место где живут паломники общежития монастырь в этот момент был переполнен потому что сегодня ночью начинался большой праздник 31 августа или 13 это по старому стилю а 13 сентября по новому стилю а именно в эту ночь потому что мы прибыли туда 12 сентября совершается праздник положения пояса Пресвятой Богородицы а вот я вам сейчас покажу немножко трапезу в монастыре это наверное по моему единственный раз когда мне удалось заснять немножко трапезы как видите простая посуда простой хлеб простая пища много овощей очень очень вкусный хлеб тушеные овощи а в праздники дают потрясающе вкусную рыбу а вот этот фрукт меня ввел в заблуждение я подумал что это чернослив а оказались это так приготовленные оригинальные оливки и вот вечером началась служба в начале службы монах ходит по территории монастыря и стучит специальным молотком специальную доску вызывая всех на службу монахов и прибывших паломников ночная служба длилась практически всю ночь ну по крайней мере для монахов мы немножко где-то часика 3-4 поспали мне удалось немножко заснять эту потрясающе интересную службу через окно освещение в храме только свечи свечи лампады очень торжественно очень красиво очень просто до мурашек монахи поют молитвы растягиваю слова и добавляю такие звуки мммм вот так стучат по палке вызывает на службу ночь у нас ждала небольшое угощение кофе это было уже наверное где-то в час-два ночи потом мы пошли спать но проходя мимо храма я слышал как там продолжали молиться монахи которые молились всю ночь рано утром я встал встретил восход солнца немножко удалось поснимать территорию монастыря пока никого не было уже рано утром вышли все паломники монахи гости очень было много гостей ну продолжу рассказ про праздник пояс пресвятой богородицы был одной из трех главных святынь константинополя связаны с земной жизнью божьей матери кроме пояса в царьграде хранилась риза и икона божьей матери одигитрия написанная по преданию евангелистом лукой именно обладание этими тремя святынями было одним из главных оснований для того чтобы считать константинополь город божьей матери выражение град твоей богородицы встречается во многих и многих византийских песнопениях и для византийца было синонимом слово константинополь утром народ собирается на главной площади перед храмом и выносили пояс пресвятой богородицы к которому могли все приложиться а также были окреплены святой водой там стоит огромная беседочка такая с колоннами там стоит огромная чаша со святой водой которую в конце службы все желающие могли набрать гостей по моим примерным подсчетам было ну не меньше 300 а может быть до 500 человек ты были там и военачальники моряки я думаю что местная власть был епископ из россии так вот по разговору который я слышал по моему с воронежем был бы епископ и он принимал участие в торжественной службе принимал участие наравне с игуменом водопедского монастыря мне опять удалось немножко заснять службу через окно внутри было так много народа что протиснуться было то практически невозможно и очень много людей стояли возле окон с одной и с другой стороны храма и могли наблюдать и слушать молитву слушать службу ночь может быть вы заметили я заснял этот момент когда раскачивают люстру огромная люстра с таким бронзовым кольцом вокруг нее она раскачивается это я видел практически во всех монастырях Афона люстру саму люстру шатает а кольцо немного вращают насколько позволяет цепи которые придерживают по кругу и все это происходит во время песнопения горят свечи просто завораживает по окончании службы нас ждал большой торжественный обед в честь праздника праздника еще раз напоминаю положение пояса Пресвятой Богородицы обед мне не удалось заснять но я вам скажу что было очень вкусно очень торжественно много было фруктов овощей и очень вкусно приготовленная рыба как видите дрова до сих пор используется в монастырях Афона хотя есть монастыри довольно таки продвинутые где используется и газ есть довольно таки современные котельные которые отапливают но тем не менее во всех монастырях я вижу огромные стены с дровами и в том числе и мне кажется дрова являются одной из статей экспорта дохода монастырей потому что когда мы передвигались на пароме я часто видел грузовики наполненные дровами которые двигались в сторону Уранополиса в сторону материковой Греции в конце своего фильма я вам покажу несколько фотографий которые я сделал в монастыре в данном водопед но вообще у меня есть специальный альбом фотоальбом Афон и там про каждый монастырь я буду рассказывать показывать свои фотографии мой рассказ о водопеде заканчивается и мы движемся дальше не уходите далеко продолжение следует на святую гуру Афон я хочу рассказать про Иверский монастырь ты же яка имущая владычество на тварью всякую вообще логично было бы этот фильм поставить первым в рассказе а вратарница Апофоне сейчас расскажу почему вот здесь вот в этом месте на берегу моря стоит маленькая часовинка примерно 500 метров от Иверского монастыря по преданию именно в этом месте Божья Матерь вступила впервые на землю Афона но это еще не все самая главная икона так считается на святой горе Афон является икона Иверской Иверская икона Божьей Матери так вот по преданию именно здесь эта икона и была найдена найдена в море Иверский монастырь основан в конце 10 века выходцами из Иверии то есть из Грузии преподобным Иоанном Иерфинием и Георгием они были учениками преподобного Афанасия основали обитель по его благословению с тех пор Великая Лавра и Иверский монастырь считаются монастырями побратимами долгое время в Ивероне подвязались преимущественно иноки и грузины последний из них представился в 1955 году сейчас в настоящее время среди населения монастыря преобладают греки наша группа остановилась вот здесь в зарослях вот этого тростника здесь как правило паломники вырезают из тростника себе палки которые помогают в путешествии по горе Афона потом как сувенир везут домой у многих хранится долгое время я слышал рассказы на Афоне что вот эта вот палка пять раз была на Афоне это семь раз была и так далее это вот гора Афон святая гора Афон наверху в лучах солнца видно белый храм который сейчас строится но об этом я расскажу позже будет большой большой фильм о том как мы ходили на саму гору Афон и об этом храме и о службе в этом храме мы движемся в сторону монастыря Иверон или Иверского монастыря расскажу немножко про икону знаменитую Иверскую икону Божьей Матери было такое время его называют иконоборчество когда уничтожали иконы боролись против икон и владелец этой иконы проживавший недалеко от города Никия спасая образ от поругания пустила его с молитвой по волнам прошло много лет и вот в тысяча четвертом году то есть более тысячи лет назад эта икона чудесным образом в столпе света поднимаемых до самого небес прибыл к берегам Афона в это время благочестивому старцу Гавриилу было видение Божьей Матери повелевавшему подойти к иконе по воде и перенести ее в соборный храм в честь чудесное явление иконы сейчас возникнут храм Успения Пресвятой Богородицы вот этот маленький храм который сейчас как раз в лучах солнца здесь эта икона и находится сначала икону поместили в алтаре храма и верского монастыря но наутро она оказалась над воротами обители так продолжалось несколько дней Матерь Божия явилась во сне старцу монастыря и сказала я не желаю быть охраняемы вами а хочу быть вашей хранительницей доколе будете видеть образ мой в обители сей да то ли благодать и милость сына моего к вам не оскудеет тогда чудотворную икону поместили над воротами обители и стали звать вратарница однажды во время сарацинского набега один варвар дерзко ударил икону своим копьем сейчас я когда покажу лицо Божьей Матери вы это увидите в тот же миг из-за образа потекла кровь которую можно различить на нем и сегодня разбойник покаялся принял монашество под именем Дамаскин но сам себя он называл варваром инок достиг святости и в обители сохранилось его иконописное изображение в 1651 году русский царь Алексей Михайлович подарил Иверону обители святого Николая в московском Кремле сделано это было в благодарность за излечение царской дочери получившие исцеление Успийского вратарницы привезенное насельниками Иверской обители в Москву вот такой у нас стол как видите опять очень вкусно все очень просто и вкусно макароны, овощи вот в стаканах красное это вино которое делают монахи а в графинах белая это вода вот это наше общежитие где мы жили где мы ночевали ну ночевали мы немного потому что рано утром даже сказать ночью в 3 утра нас уже разбудил стук по специальной доске молотком так вызывают на службу и в 3 утра уже началась служба которая сделалась до утра вот сейчас в данный момент еще идет служба а я тихонько вышел из храма чтобы встретить восход солнца я хочу рассказать про обычаи безвозмездного странствоимства которое соблюдают монахи на Афоне то есть что всех паломников приглашают и размещают бесплатно это предание тоже отсюда с Иверского монастыря как-то раз один бедняк попросился на ночлег в Эверон но монах вратарь потребовал в него уплату у бедняка не было денег бедняк пошел по дороге и вдруг встретил таинственную женщину которая дала ему золотую монету бедняк вернулся и отдал золотницу эту монетку привратнику монахи обратили внимание на древность монеты за подозрель несчастного в краже после его рассказа о женщине они подошли к иконе вратарницы и увидели что такая монетка одна из многих пожертвованных Божьей Матери велико же было раскаяние иноков и с тех пор на Святой Горе паломников везде принимают бесплатно и очень и очень гостеприимно благохвальное пение приносим по умилению сердечной ты же, яка имущая в логичество на тварью всякую обновление сердца и житья подашь нам в фильме о Святой Горе Афон я расскажу о монастыре Пантократор который посвящен преображению Господню и занимает седьмое место в афонской иерархии монастырь расположен на том же побережье что и Эверон и в принципе по берегу моря можно было бы добраться совсем быстро но этот способ довольно таки дорог и сложно найти катер который бы смог бы такую большую группу как наша отвезти поэтому мы отправились в путь пешком тем более что вчера как вы видели все наши паломники вырезали вот такие вот палки которые помогают в движении дорожка очень симпатичная идет по лесу, чистейший воздух поют птицы по дороге встречаются вот такие вот кельи есть кельи действующие ну очень много кельи уже давно заброшенных расстояние от Эверона до Пантократора ну наверное примерно километров 10 это заняло 3-4 часа пути было несколько очень красивых мест вот таких вот оврагов на которых каменные мосты очень древние постройки и большие речушки, ручьи вот указатель о том что мы движемся в сторону Кария или Кария это столица Афонской Республики где находится вся администрация но об этом я как-то попозже расскажу когда мы там будем мы остановились на привал вот на таком древнем мосту есть такое вот дерево рядом возле моста с огромным количеством толстых корней прям такой сказочный отдохнув, попив воды мы двинулись дальше по дороге нам попалась келья которая была действующей и были монахи и вот такое гостеприимство специально из кельи вывели трубу с питьевой водой повесили кружку где можно набрать воды и попить и положили коробку со сладостями чтобы каждый мог угоститься а вот какой мост смотрите сделан из деревянных плевен сооружение шаткое но надежное вот наша дорога подходит к конечному пути сегодняшнему монастырю Пантократор вот там на горе был виден так скажем филиал монастыря когда мы пришли в монастырь выяснили что нас в общем то не ждали не хотели принимать но потом созвонившись там со своим руководством выяснили что все же мы оставляли такую заявку и нас приняли вообще висит на воротах объявление о том что монастырь не принимает паломников потому что идет ремонт ремонт шел масштабный везде там стучало грохло работали какие то инструменты работали строители и в общем то монастырю не до паломников нам было сразу назначено послушание вот ребята убирали рассыпанные апельсины половину убрали в мусор половину съели но они не супер пупер но тем не менее в общем то есть их можно было я тоже попробовал еще одна часть наших ребят получили послушание получили работу на кухне они чистили лук чеснок все это было с чувством все это было под молитву с молитвой а посмотрите какой замечательный вид на этом балконе нереальный просто нереальный море запахи сосен птиц поют на этом балконе можно полжизни провести ребята работают с удовольствием потом все это мы с таким же удовольствием даже еще с большим съели во время трапезы как я уже рассказывал кухня у монахов афона очень богата овощами в то время когда разрешено много делают всяких морепродуктов рыбу и прочее все это выращено руками монахов ну и соответственно приготовлено тоже руками монахов смотрю на все это и вспоминаю с самым добрым чувством как было вкусно ну конечно же без кошек никуда в каждом монастыре они есть они охраняют запасы монастырские от мышей и прочих тварей на фоне кошек любят иногда их можно в монастыре увидеть пять семь ну в общем целую стаю вот тут висел колокол на котором было написано что изготовлен в Ярославле было очень приятно монастырь монастырь пантократор основан при поддержке императора Иоанна Пятого палеолога двумя его родственниками представителями византийской знати Алексием и его братом Иоанном в 1363 году пантократор очень часто страдал от пиратов и пожаров но всякий раз восстанавливался на пожертвования благочестивых мирян особую поддержку монастырю оказывали византийский император Иоанн Пятый и Мануил Второй палеологи также ряд молдавских господарей а вот знаменитая чудотворная икона монастыря она называется Геронтиса то есть Старица это чудотворная икона Божьей Матери на которой она изображена в полный рост в преклонном возрасте без Бога младенца Христа массивная серебряная риза изготовлена Россией там вот вы видели изображен сосуд с изливающимся через край елием многократно Матерь Божия через этот образ объявляла свою особую попечительность об умирающих старцах от чего и закрепилась за икону ее названия по преданию во время литургии Богородица указала служащему иеромонаху не продолжать службу а поспешить причастить одного из братьев монастыря который был уже при смерти сосуд же на ризе изображен в память чудо сотворенного пресвятой Богородицей некогда в обители подошли к концу запаса оливкового масла столь необходимого в монастырской жизни братья во главе с игуменом непрестанно усердно молилась перед чудотворным образом Божьей Матери их упование не было посремлено один из сосудов настолько переполнился елеем что масло даже выливалось на пол и сегодня можно увидеть этот сосуд находится в задней стены соборного храма есть есть также предание что во время разорения фантократера турками образ этот был брошен в колодец серебряный рейз украден по дороге святотатства прожженные слепотой сами поняли что понесли карл заслуженно а 80 лет спустя с возобновлением меначеской жизни монахи в колодце недалеко от монастыря нашли этот образ невредимым ночная служба началась примерно в 4 утра или в пол четвертого утра нас опять разбудили стуком молотка по доске мне здесь заметили что я неправильно сказал слово правильно по-гречески било а в одном из фильмов по моему про водопедский монастырь я сказал что монахи во время службы раскачивали люстру ну это такой мирской язык а правильно это название паникадила раннее утро сейчас идет служба в монастыре началась вот пол четвертого а сейчас где-то примерно 6 утра я вышел вот к этой замечательной беседке с потрясающим видом чтобы сфотографировать и заснять на видео восход солнца вот далее стоял небольшой катер на котором монахи ловили рыбу и вот показалось солнце начался начался очередной день 15 сентября беседка это потрясающе отсюда просто не хотелось уходить с этой беседки видна видна гора мраморная гора святая гора афон вдали виден монастырь ставлю никита он виден и со стороны иверского монастыря я вам в фильме показывал этот же монастырь примерно одинаковое расстояние от иверского монастыря до ставрения никиты и от ставрения никита до монастыря пантократор еще одна лодка моторная тоже с монахом и помощником вытаскивались эти с рыбой замечательное утро в конце своего фильма я как всегда показываю некоторые из своих фотографий сделанных во время этого путешествия ну в данном случае как раз монастырь пантократор кому интересно посмотреть эти фотографии и другие под фильмом обычно я делаю ссылку на фотоальбом где они размещены не уходите далеко мой рассказ продолжается и скоро будет новый фильм до встречи и с с с Продолжение следует... В своем пятом фильме о паломнической поездке на Святую Гору Афон я расскажу о монастыре Ксеропотам. Это восьмой в иерархии афонских монастырей. Он посвящен сорока севастийским мученикам и является одним из самых древних на Святой Горе. По данным археологов, основание монастыря относится к X веку, но предание гласит, что Ксеропотам был основан в V веке, греческой царевной Пульхирией, потом был разорен пиратами и возобновлен в X веке. В 1507 году был большой пожар, который практически уничтожил монастырь. И интересно, что помощь пришла оттуда, откуда меньше всего ее ждали. Турецкий султан Селин, после введения ему сорока мучеников севастийских и их чудесного заступничества, не только много благотворил Ксеропотаму, но и предоставил особые привилегии всем афонским монастырям. В Ксеропотаме пребывает самая крупная сохранившаяся часть животворящего креста Господня. Но, подойдя к монастырю, нас ждало разочарование. Мы увидели объявление, сейчас вы его увидите, которое гласило, что паломников не принимают. Сегодня было 15 сентября, и как раз со вчерашнего дня паломников не пускают. Монахи все же пропустили нас в монастырь, напоили нас водой, дали нам сладости, но, к сожалению, попасть к кресту и приложиться к нему у нас не получилось. Также мы хотели увидеть и приложиться к иконе Дмитрия Солунского, уникальная икона, вырезанная из зеленого мрамора. В прежние времена она украшала великий храм Софии в Константинополе. Продолжение следует. Мы уходим в Солунский тупродром и пещере преподобного Афанасия Афонского. Мы с вами остановились на том, что нас попросили из монастыря к Сиропотам. К сожалению, они готовились к празднику. Нам нужно было где-то ночевать, потому что договоренности где-то в ближайшем монастыре о ночевке не было. И мы отправились в наш русский Телемонов монастырь. Там, как правило, всегда принимают. Монастырь очень большой. И проблем, как правило, не возникает. Мы туда пошли пешком. Это примерно километра 4-5. Дорога великолепная, очень красивая. Идет через сады, огороды, оливковые рощи. Погода была замечательная. Идти было одно удовольствие. Всю дорогу нас сопровождали какие-то собаки. Одна овчарка, вторая похожа на лайку. Мы их пытались как-то прогнать, отправить их домой. Было бесполезно. Они с таким удовольствием нас сопровождали, что мы смирились. И до самого монастыря Пантелеймонова они нас проводили. В данном фильме я не буду рассказывать о Пантелеймонова монастыре, потому что у меня об этом будет отдельный фильм. Мы сюда еще вернемся на большой-большой праздник. В этот же раз в Пантелеймоновом монастыре мы просто переночевали. Мы ночью сходили на ночную службу. А рано утром пришли на пристань, чтобы отправиться дальше. У нас была намечена прибыть в монастырь румынский скит. Румынский скит Продром, от которого мы уже должны подниматься наверх, на вершину горы Афон. На вершину горы Афону существует два основных пути, две основных дороги. Или со скита Продром, или со скита Святой Анны. Дорога со скита Святой Анны более короткая, но более крутая. А с Продрома она подлиннейшая на несколько километров, но зато пологая. И мы решили идти со скита Продром в гору. А возвращались с горы мы через скит Святой Анны. Но об этом будет рассказ далее. Итак, 16 сентября мы сидим опять в нашем монастыре, показался паром. И мы отправились на него в Плавь до порта, до города Дафни. Почему до Дафни? Ну, во-первых, потому что от Дафни идут большое количество автобусов, больших, маленьких, такси до столицы Кария, в город Карияс. Оттуда уже со столицы, с Карияс, очень просто и недорого добраться до любого другого монастыря. Мы в дороге пытались еще и немного сэкономить, потому что, в принципе, передвижение по фону довольно-таки дорогое. Ну, для примера, скажу, что где-то вот такой небольшой автобус, когда заказываешь его отдельно по своему плану, он стоит порядка 100-150 евро. Ну, если в автобусе там, например, 10-15 человек, вот читайте сами. Мы пребываем в Дафни. Дафни, город Дафни, порт Дафни, вообще был построен где-то в конце 19 века и специально для приема многочисленных русских паломников. В былые годы по фону можно было передвигаться только пешком. Сейчас сюда, в Дафни, приходит огромное количество катеров, приходят паромы, как видите, на паромах грузы, машины, автобусы. И довольно-таки неплохая дорога от Дафни до столицы. Вот мы едем на большом автобусе в столицу Афона, город Корею. По-разному произносится, кто произносит Корея, кто Корьез, кто Корея. В общем-то и так, и так, и так все разрешается. Город Корея небольшой, здесь находится вся власть, административный центр Святой Горы Афон. Здесь находится Протат и местная светская администрация. Кроме Протата, в этом городе находятся Канаки. Это представительство всех святогорских обителей. Резиденция губернатора Афона, полицейский, таможенный участок, почта, телеграф, медицинский пункт. Есть несколько магазинов, небольшая гостиница, пекарня. Мы, кстати, сюда приехали в основном из-за пекарни. Нам нужно было взять с собой хлеб в гору Афон и некоторые другие принадлежности для проведения службы на горе Афон. Потом мы сели на автобус, который у нас должен был отвезти в румынский скит-плодром. По дороге мы проехали мимо Андреевского скита. Это бывший русский скит, сейчас он принадлежит грекам. Мы прибыли в румынский скит-плодром. Скит замечательный. Он ничем не уступает многим афонским монастырям. Но, как я уже рассказывал, и, может быть, вы знаете, на Афоне было принято решение, что будет не более 20 монастырей. И после того, как количество монастырей достигло 20, больше создавать монастыри запрещено. Поэтому есть еще много скитов, которые не уступают по размеру. Он относится к Великой Лавре. Расположен примерно в 4 километрах от Лавры. Скид мне очень понравился. Значит, он чувствуется, что здесь хороший-хороший хозяин. Чисто. Очень много цветов. Такого количества цветов я, честно говоря, не видел ни в одном другом монастыре, где мы были. Потрясающая. Вокруг порядок на огородах, садах. Кухня. Очень вкусная кухня. Мы были в обычный день. Здесь не было никакого праздника. Но меня просто поразило. Очень много было овощей. Очень вкусный был борщ. Ну, некоторые сейчас улыбнутся. Но, тем не менее, очень удивила меня. Меня утром была манная каша. Очень вкусная, качественная, приготовленная. Вот общежитие. Общежитие еще не построено. Сейчас там идут большие активные работы в монастыре. В общем, постоянно вот это раздаются, все эти ремонтные строительные работы, звуки. И общежитие обещали, что скоро будет. Пока мы отночевали на таком чердаке. Но, тем не менее, у каждого была раскладушка, было белое белье. Дали полотенца, простыни. Очень хорошие ванные комнаты. Не ванные, а душевые кабинки, где, в общем-то, можно помыться. И так далее. Мы сейчас отправились в пещеру. Пещеру святого Афанасия. Святой Афанасий был основателем монастыря Великолавры. И находится он совсем рядышком, буквально метров, наверное, 500 от скита, румынского скита. Сейчас, конечно же, пещера уже давно преображена. Здесь, в общем-то, довольно-таки цивильный вид, как вы видите. Есть там монах, который отвечает за эту пещеру. Есть там икона, которая называется икона-поручительница. По афонскому преданию, перед ней первоначально находилась в Иерусалимском храме гроба Господня. Побывая здесь, проведя небольшую службу, мы отправились обратно в скит-продром. Вот здесь крест над пещерой стоит, а вдали, в облачке, сокрытые облачком, вершины горы Афон, куда мы пойдем завтра утром. Началась вечерняя служба, которая продолжалась несколько часов. А я пошел снять закат солнца. На закат солнца я не успел, но, тем не менее, снял красивый такой вечер, луна. Там вот вдали виден еще один скит, тоже принадлежит Лавре, на крутой и красивой скале. Потрясающая лунная дорожка и как будто свечение какое-то на море. Посмотрите, вот такое пятно от луны. Ну что, на этом мы с вами расстаемся. Покажу несколько тут фотографий в конце. А завтра утром мы отправляемся на гору Афон. Фильм будет большой, поэтому я думаю, что выпущу его только через несколько дней. Не уходите далеко, продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Целых мясо храни от всех искушений. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, я боюсь об иносящих и добродеющих, во святем и всечественном храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Ищи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С лишним мир и спасений души наших, Господу помолимся, Господи, помилуй, в мире всего мира, благосостояния святых Божьих, в церкви и соединения всех, Господу помолимся, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В святем и праве всем, с верой и благоговением, и страхом Божиим, ходячих вонь, Господу помолимся, Господи, помилуй, избавитесь от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи, помилуй, заступи и спаси и помилуй. Божьи, веру, любимый, Дай, 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 дай Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 На видео? Да. Репузит? Да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА 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 Это реальная фонограмма из монастыря Зогров И в каждом монастыре я, как правило, использую фонограмму, которую делаю сам Во время вечерних, ночных служб Я на диктофон записываю песнопения, молитвы монахов Наступает вечер, солнце идет к закату Монастырь Зогров в XIX веке пережил бурный рассвет Обитель в экономическом отношении на какое-то время даже стала ведущей на Афоне Вот наступила ночь Мы пошли на службу До этого нас монахи накормили великолепным монастырским ужином В настоящий момент в монастыре практически все монахи болгарского происхождения Вот идет вечерняя служба Которая перерастает в ночную Во многих монастырях служба заканчивается в час, в два ночи, в три Аварий, больших праздников и до утра А вот он образ, знаменитый образ Святого Георгия И вот если вы видите возле носа, вот это перераста Рано утром я поднялся на стену монастыря Шел утренний туман, солнце еще не показалось Внизу увидите огороды монастырские, где монахи выращивают овощи, фрукты Там стоят, видно, оливковые деревья Для того, чтобы кушать самим и встречать гостей, которые приходят к ним Гостей и паломников Мы говорим большое спасибо монастырю Святого Георгия Зогров Наша паломническая поездка продолжается В своем 11-м фильме о паломнической поездке на Святую Гору Афон Я вам расскажу о монастыре Дехиар Утром рано 23 сентября 2016 года Мы покинули монастырь Зогров Болгарский монастырь, о котором я рассказывал в своем предыдущем фильме И отправились пешком к морю на пристань Чтобы на пароме добраться до монастыря Дехиара Вы слышите молитву, которую паломники обычно читают во время передвижения по Святой Горе Афон Дело в том, что Святая Гора Афон – это удел Богородицы В православном предании – жребие Божьей Матери на земле Это та земля, которая находится под особенным покровительством Божьей Матери Известно четыре удела Богородицы Это Иверия Грузия, Святая Гора Афон, Киевско-Печорская Лавра и Серафима-Дивеевский монастырь Молитва – это главная молитва, одна из древнейших молитв христианских Звучит так Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобой Благословенна Ты в женах и благословенен плод чрева Твоего Яко спаса, родила Еси душ наших Эта молитва основана на приветствии Архангела Гавриила Девы Марии в момент Боговещения Церковь действительно ставит Мать Иисуса Христа Богородицу выше всех святых, выше всех ангелов Еще в первые века христианства появилась молитва Богородица Дева Радуйся, которую можно услышать на самых разных языках Так, например, знаменитая Ава Мария – это та же молитва на латыни Если эту молитву перевести на язык более понятный Обычному человеку То звучать она будет так Богородица Дева Мария Исполненная Благодати Божией Радуйся Господь с тобой Благословенна Ты между женщинами И благословен плод тобой рожденный Потому что ты родила спасителя душ наших Двигались мы до пристани примерно 4 километра Так как дорога шла вниз с горы То дошли мы довольно-таки быстро Буквально минут 40 Да и к тому же вот наш багаж В большей части своей Наши рюкзаки Были доставлены на пристань Монахами монастыря Зогров На автомобиле И поэтому мне впервые удалось Довольно-таки долго и так и подробно Снимать, как мы движемся Как мы передвигаемся по святой горе Афон Потому что когда за спиной рюкзак Килограмм 25 Плюс большое количество Всевозможной фото-видеоаппаратуры Снимать очень и очень сложно Поверьте Вот мы на пристани Движется наш паром Мы решили уже сэкономить силы Хотя, конечно же, можно Дойти до монастыря Дахиар И пешком Но напоминаю вам Что уже практически две недели Мы находимся на святой горе Афон И есть уже определенная усталость Поэтому мы решили Воспользоваться паромом Паром является Основным средством передвижения По святой горе Афон На нем переезжают Не только паломники Не только монахи И служители Храмов и монастырей Но и возят основные грузы Которые снабжают монастыри Мы говорим До свидания Монастырю Зогров Это вот его пристань Двигается, в принципе, недалеко Практически Там минут через 20-25 Мы прибудем К монастырю Дахиар Монастырь Дахиар Это православный Греческий Мужской монастырь На святой горе Афон Десятый В иерархии Афонских монастырей Монастырь находится На юго-западном побережье Полуострова Афон Между садов и рощ К северу На расстоянии Четверти часа ходьбы От ксенофонта Сейчас в монастыре Проживают Порядка Пятидесяти монахов Название монастыря Дахиар Келарев Происходит от того Что его основателем Был егумен Ефимий Бывший также Келарием Лавры Святого Афанасия Главный храм В Дахиаре Основан во имя Архангелов При императоре Никифори Фоки Другом Святого Афанасия Ефимия И его родственником Великим Патрекием Двора Николаем В монастырь Дахиар Мы прибыли С непродолжительным Визитом Часа на два Главной целью У нас было поклониться Чудотворной иконе Богоматери Скоропослушница И испить воды Из святого источника Который еще называют Источник Архангелов Икона Скоропослушница Написана в 10 веке Во время Игуменца Неофита По преданию В 1664 году Из-за небрежного Обращения С этой иконой Был поражен Слепотой А после покаяния Полностью Исцелен Келлари Монастыря Нил В дальнейшем К этой иконе Многократно Обращаются И до сих пор Обращаются Верующие Жаждущие Духовно-телесного Исцеления Напоминаю Что в монастырях Афона Святой горы Афон Запрещено Снимать Фото и видео И получить Благословение Очень сложно Поэтому Съемки мои Внутри монастыря Они очень большие Уж Как говорится Что смог То вам покажу Теперь об источнике В конце 13 века По преданию В 1299 году Были засушливые Времена Тяжелые Времена Для монастыря Бехиар Ближайший Источник воды Находился В 3-х километрах Воду По специальным Построенным Желобам Собирали В резервуары А потом Использовали Для питья И других Нужд Вода В источнике Была хорошей Вкусной Прохладной Но Когда она Доходила До монастыря Успевала Греться И испортиться Монахи Часто болели Игумен Монастыря Матфей Решил Проложить глубоко В земле Глиняные Трубы Это была Большая Тяжелая Трудоемкая Работа Назначили Работы Проводить Монаха Феодулла В день Начала Работ Вмешались Заступники Обители Святые Архангелы И решили Помочь Монастырю Решить Проблему Питьевой Воды Во время Сна Феодул Увидел Как В келью К нему Вошли Святые Архангелы Михаила Гавриила Зачем Ты Водишь Монахов Большие Труды И Расходы Ведь Вода Есть В самом Монастыре Сказали Они И Взяв Инока За руку Отвели Его К северной Стене Собора Ударили От землю И Внезапно Оттуда Потекла Кристальная Чистота Вода Утром Феодул Рассказал О Ведении Игумену И Они Начали Копать В этом Месте Которое Указали Архангелы После Продолжительной Работы Открылся Источник Вода И Поны Течет Здесь Подтверждая Постоянное Присутствие И Заботу Архангелов О Монастыре Но Наше Путешествие Наша Паломническая Поездка Продолжается 12 Части Моего Рассказа О Паломнической Поездке На Святую Гуру Афон Я Вам Расскажу Монастырь Ксенофонд Монастырь Ксенофонд Был У нас По Дороге В Сторону Нашего Русского Монастыря Святого Пантелеимона Здесь Мы Немного Остановились Чтобы Осмотреть Монастырь Проложиться К его Святыням Отдохнуть Проблем У Монастыря Примерно Два Часа В Не разрешили Провести Фото И видеосъемку Благословили Такая чистейшая вода В море Ну у всех Монастырей Она очень чистая Прозрачная Водится много Рыбы В некоторых Монастырях Я знаю Разрешена Разрешена Рыбалка Рыбная ловля И монахи Снимаются По утрам Этим делом В этом Монастыре Очень большой Богатый Магазин С изделиями Монахов Здесь можно Купить Практически Все Что производится На святой горе Афон Замечательный Выбор Икон Крестов Всевозможные Церковные Утвари Также Здесь можно Купить То Что производят Монахи Этого Монастыря И других Монастырей Афона Это наборы Всевозможных Трав Монастырское Вино Мед Оливки Олада Ну и прочие Утвари Церковные Замечательный Магазин Очень рекомендую Для тех Кто Хочет Купить Что-то Домой В подарок Себе И близким Территория Монастыря Небольшая Очень аккуратная Ухоженная Много цветов Растут Мандарины Апельсины Чем еще интересен Этот монастырь Ксенофон Что В нем Единственном На святой горе Афон Находятся Два Кафаликона Кафаликон В переводе С греческого Это Соборный Храм Везде По одному Соборному Храму А здесь Два Один Старый Возвел Еще Преподобный Ксенофонд Строительство Второго Храма Началось В 1817 Году И в 19 Веке Он был Закончен Сейчас Я вам Показываю Немножко Фрагменты Старого Соборного Храма Здесь Сохранились Фрески 14 Века В правой части Алтаря Более Раннего Кафаликона Есть Небольшой Предел Дмитрия Солумского Старейшей Постройки Монастыря А это Новый Соборный Храм Вот Эта Икона Георгия Попидоносца Очень Интересная По Преданию Икона Чудесным Образом Прибыла В ксенофонд Из Константинополя На ней Виден Рубец И кровь Следы Удара Одного Фанатичного Турка Мы Хорошо Отдохнули В этом Монастыре Нас Напоили Замечательным Чаем Кофем Сладостями Видите В монастыре Даже Есть Внутри Пруд С фонтанчиками И Плавают Рыбки Очень Рекомендую Этот монастырь Для посещения Для отдыха В нем И если вам Удастся Здесь Переночевать То и ночевки От этого Монастыря Практически Прямая Дорога Примерно Пять километров До Нашего Монастыря Святого Пантелеймона Куда Мы Отправляемся Сейчас В путь В тринадцатом Фильме О паломнической Поездке На святую Гору Афон Я расскажу Вам О монастыре Святого Пантелеймона Этот монастырь Также Называют Рассикон Или Новый Русик Расположен На берегу Небольшой Бухты На юго-западе Афонской Горы Между Пристанью Дафни И монастырем Ксенофонд Именно Из монастыря Ксенофонд Мы и вышли Пешком По великолепной Дороге Примерно Пять километров До нашего Русского Монастыря Дорога Великолепная Красивая Идет Вдоль берега Море Практически Без Каких-либо Там Больших Подъемов И спусков Прогуляться По ней Одно Удовольствие Очень рекомендую Кто будет На Афоне Пройтись По этой Дороге Идешь Вдоль Оливковых Рощ Поет Поет птицы Пахнет Морем Очень красиво Наверное Самая Такая Красивая Дорога Из всех Которых Мы ходили Мы ходили На святой Горе Афон Первый Русский Монастырь На Афоне Был Основан Во времена Святого Равноапостольного Князя Владимира И назывался Обителью Богородицы Силу Ругу Именно В 2016 Году Когда я Снимал Этот фильм Праздновался На Афоне Тысячелетие Присутствие Русских На Афоне Русских Монахов В мае Месяце Приезжал На Афон Президент России Путин Он был И в монастыре Святого Пантелеимона И в некоторых Других Монастырях В XVIII Веке Монастырь Перешел Грекам Возвращение Русских Иноков Началось Только в 30-е годы 19-го Века Рассвет Обители Приходится На конец 19-го Начало 20-го Века Так В 1912 Году Братья Монастыря Насчитывало Около 2000 Человек Это был Самый Большой Монастырь На Афоне После революции Вследствие разрыва Связей с Россией Систематического Вытеснения Русских Со Святой Горы Численность Братьев Стала Быстро Быстро Сокращаться Так В конце 60-х Годов 1960-х В монастыре Оставалось Всего 7 Престарелых Монахов В настоящий же момент Их Уже Более 100 Человек К Тысячелетию К празднованию Тысячелетия Русского Монашества На Афоне Монастырь Восстановили Было Вложено Большие Средства В этот Монастырь И в общежитие И вообще Во всю Инфраструктуру И я вам скажу Что наверное Самые лучшие Условия Для проживания Паломников Ну по крайней мере Среди тех 14 монастырей В которых я был Именно здесь В нашем Русском монастыре Мы здесь были За две недели Три раза Ну так получалось Что Наши пути Пересекались И периодически Мы приходили сюда Чтобы Отдохнуть И Выдвинуться К новой точке Своего пребывания Я уже рассказывал О том Что наша группа Очень Большая И не каждый Монастырь Был способен Принять Такую группу У нас было Около 20 человек В русском же Монастыре Никогда Такой проблемы Не было Нас всегда Принимали Нас размещали Давали нам кров Кормили нас За что огромная Благодарность Монахам Монастыря Святого Пантелеимона Вот одно из Помещений Общежития Где Проживают Паломники Все очень просто Ну Добротно Замечательно Вот Прямо с балкона Нашего Общежития Где мы жили Я снимаю Сам монастырь Когда мы Прибыли В этот Монастырь Как раз Прошло Ровно 40 дней Со смерти Схиархи Мандрита И Еремея Алёхин Вот его могилка Монастырь Самый большой В настоящее время На святой горе Афон И Русских Паломников Я конечно Не могу утверждать У меня нет Статистики Под рукой Но Так вот По ощущениям По Тому что я Слышал Во время Нашего путешествия Русских Паломников Там больше Всего Вот этот корабль Каждый день Ходит Из Уранополиса Вдоль берега Святой горы Афон Так правило На этом корабле Находятся женщины Которые Не имеют права Выйти на Святую землю Но тем не менее Они имеют права Проехать Доль берега Посмотреть На святой горы Афон И на этот корабль Периодически Монахи Привозят святыни Которым Женщины Могут поклониться Поезд Богородицы И другие Но мы продолжаем Наше путешествие И держимся Утром 24 сентября 2016 года Мы из монастыря Святого Пантелеимона Отправляемся В путешествие По святой горе Афон В монастырь Хиландар Монастырь Хиландар Один из афонских монастырей Занимающийся Святогорской иерархией Четвертое место Он состоит В юрисдикции Константинопольского Патриарха Но духовно Поддерживается Сербской Православной Церковью В этом монастыре Порядка 70 Монастырей Сербов Отношение К русским В этом монастыре Просто замечательное Очень доброе Язык очень похожий И молитву они читают На сербском языке Который в общем-то Понятен русскому человеку Мы движемся на пароме До Пристани монастыря Зогров Где мы буквально Позавчера были От этого монастыря От монастыря Зогров Мы пойдем уже пешком До монастыря Хиландар История монастыря Хиландар Начинается в 10 веке А в 14 веке Монастырь особенно Стал процветать И накопил богатства И сокровища Хиландар является Одной из крупнейших Богатейших Сокровищных религий Среди монастырей Афона Но в 2004 году Монастырь сильно Пострадал от пожара Который уничтожил Практически половину Всех строений обители В настоящее время Монастыре проводятся Восстановительные работы И следующий монастырь Уже присталь монастыря Зогров Кроме великолепных фресок Которые находятся в монастыре Монастырь имеет Монастырь Хиландар Имеет одну из самых Больших библиотек Славянских и греческих рукописей В библиотеке хранятся Около 700 славянских рукописей Из которых 25 написано на пергаменте И более 6000 томов Важным местом паломничества В монастыре Хиландар Является чудовищем Хиландарская виноградная лоза Я сейчас вам о ней расскажу И вот мы от пристани Монастырь Зогров Едем до монастыря Зогров На автомобиле Монаги Монахи Зогровского монастыря Любезно нас подвезли Ну а дальше мы пойдем уже пешком Вот монастырь Зогров Показался Здесь мы вышли с машины И у нас впереди Порядка 80 километров По тропе Дорога сначала идет в гору Потом начинает спускаться Шли мы порядка Трех часов на ныне Вот я расскажу сейчас про лозу Лоза Симеона Мироточила Известна во всем мировом Особенным свойством Она помогает бесплодным супругам Желающим зачать ребенка А также болящим Монахи раздают высушенные чудодейственные ягоды Всем желающим паломникам Согласно преданию Когда со временем смерти святого Симеона Прошло 7 лет Это 1200 год В монастырь пришел святой Савва Чтобы забрать его мощи На родину Сербию Святой Симеон явился во сне Игумену Мефодию и сказал Что нужно его мощам Быть перенесенным на родину Но в утешении хиландарских братьев Из его пустой гробницы Произрастет лоза И до тех пор Пока она будет приносить плод Его благословение будет почивать в Хиландаре По дороге в Хиландар Мы пришли в пещеру Преподобного Косьмы Отшельника Заграфского Это болгарин Он особо почитается насельниками Монастыря Зограф В своей подвижнической жизни Он стяжал дар прозорливости И чудотворения Святой дружил с животными Во множестве приходившим в его келью По преданию 22 сентября 1323 года Когда он скончался Проститься с преподобным Пришло множество диких зверей Такой великолепный вид из этой пещеры Пещера сделана в отвесной скале И добраться туда довольно-таки сложно Я думаю, что это в современное время Уже сделана такая лестница из камней И даже по ней, в общем-то, подниматься проблематично Здесь наша группа прочитала молитву И мы двинулись дальше Вот указатели Направо Зограф Налево Хеландар До Хеландар осталось примерно Километра 4 Мы вышли уже на хорошую дорогу Который идет в монастырь И на побережье Это уже северное побережье Полуострова Северное побережье Святой горы Афон Идти стало веселей Наша группа разделилась Более молодые, сильные и выносливые Ушли вперед Но мы потихоньку, не спеша Двигаемся к нашей цели Такой потрясающий вид На северное побережье полуострова Тут стоит крест Рассказывает, что тут погибли люди Перевернулась машина И вот наш монастырь Хеландар Наша конечная точка на сегодня И, в общем-то, конечная точка Нашего путешествия Нашей паломнической поездки В 2016 году На обочине дороги росло много дикой малины И мы ей с удовольствием полакомились И вот мы уже ближе к вечеру Подходим к монастырю Солнце уже ушло к закату Такая красивая дорога Среди многолетних, многостолетних, наверное Оливковых деревьев Им по 300, по 400, по 500 лет этим деревьям Монахи монастыря Хеландар Очень гостеприимные И несмотря на то, что наша группа была очень большая И были сложности в размещении Тем не менее, нам всем нашли место Всех уложили спать Всех накормили Хотя мы пришли, и уже ужин закончился Но тем не менее Всех накормили Ужин был потрясающе вкусным Огромное спасибо Монастырю, монахам Хеландар Сербские монахи Очень по-доброму относятся к русским И всем рекомендуетесь Обязательно побывать Такие тучи Ждали дождь, но дождя не было Монастырь Хеландар Монастырь Хеландар владеет многими святыми иконами всех эпох Начиная с 12 века и до сегодняшнего дня Но среди них наиболее известная икона Святыня монастыря Богородица Троиручница И эту икону вам сейчас покажу Считается, что это икона 8 века И по сей день эта святая икона Богородицы Троиручницы Считается Эгуменией То есть покровительницей святого монастыря Хеландар И защитницей всего сербского народа Наступила ночь Сейчас вы видите фотографии мои Ночью снимать видео сложнее У фотоаппарата все же больше возможностей Молитва, которую вы слышите на сербском языке Она, в общем-то, понятна Если прислушаться, можно многие слова понять Сейчас я вам покажу икону Вот она икона Богородицы Троиручницы Сербский язык понятен Также понятен, как, скажем, язык украинский Украинский, как язык чешский Служба закончилась примерно в 3 часа ночи Нам удалось немножко отдохнуть И рано утром мы отправимся к берегу моря Где нас ждет паром на Уранополис Монастырь Хеландар Это последний монастырь нашей паломнической поездки 2016 года Это вот трапезная Кушают монахи и паломники, которые приходят сюда Монастырьская кухня замечательная Очень полезная, очень вкусная Все натуральное Пятнадцатый фильм Заключительный О нашей поездке на Святую Гору Алфом Рассказывает о дороге домой Рано утром мы покинули наш гостеприимный дом Монастырь Хеландар Наших братьев-сербов И прибыли на берег моря ждать паром На котором мы поедем в город Уранополис Было грустно С одной стороны мы возвращались домой А с другой стороны За две недели пребывания на Святой Горе Афон Мы прикипели сердцем к этой земле Ощущение было такое, что мы не просто какую-то там землю покидали Даже не просто уезжали из другой страны Греции А ощущение было такое, что мы покидали другую планету Вот лично у меня было такое ощущение Потому что Святая Гора Афон Это абсолютно другая планета На которой живут абсолютно другие люди Прибыл наш паром, на котором мы совершили С десяток всевозможных переездов с одного монастыря в другой Осталось минут 30 И мы будем в городе Уранополис ПЕСНЯ Мы прибыли в порт Уранополиса. В нашем распоряжении было практически час-полтора времени. Мы перекусили в хорошем кафе, где паломники нашего храма останавливаются уже несколько лет. Лимонад, греческий салат, хлеб, сыр и макароны. Нас уже ждал микроавтобус, на котором мы отправляемся в город Салоники. По дороге в Салоники мы заехали в святый Иоаннно-Богословский монастырь в селении Сурати, недалеко от Салоника. Это место, где скончался и упокоился старец Паисий Святогорец. Блаженный старец Паисий в миру Арсений Эзнипидис родился 25 июля 1924 года. Скончался 12 июля 1994 года после поистине мученических страданий, которые, по словам самого старца, доставили ему пользу большую, чем подвижничество всей предыдущей жизни. В монастыре снимать запрещают, поэтому я выставил две фотографии, которые нашел в интернете. Самолет у нас был рано утром. Несколько часов переночевав в гостинице Салоников, мы отправляемся в аэропорт Македония. Через несколько часов полета мы прилетаем в Москву, аэропорт Внуково. И половина, примерно, нашей группы, у кого была возможность, приезжаем в наш храм, храм Казанской иконы Божьей Матери. Мы дома. Мы долго будем вспоминать эту поездку. Надеюсь, что вам понравился мой фильм. Я не искушен в речи православной. Приношу свои извинения за многочисленные ошибки. Но я говорил, как думаю. А думаю я о Святой Гореофон самыми добрыми чувствами. Мы говорим, Святой Гореофон, до свидания. Сюда обязательно вернемся. Святой Гореофон, до свидания. Святой Гореофон, до свидания. Святая Гореофон, до свидания. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.